Ну вот представьте себе, женщина, режиссер, сценарист, поэт, писатель, сидит в тюрьме. Не первый раз. Но в этот раз особенный. Она сидит в карцере 20 дней. Ей выдают 2 литра воды в день. Литр попить, а литр помыться. Она недавно вышла. И у нее есть еще один срок. Если ее поймают сейчас, она сядет еще раз. Из подполья. Из белорусского подполья. Белорусский партизан. Нет, белорусская партизанка. Здравствуйте. Приятно очень вас видеть из нашего подполья. Ольга, почему вы оказались в тюрьме в этот раз? И что это была за тюрьма? Что это за обращение с заключенными, с женщинами? Литр воды в день, летом, в пандемию. Расскажите, как это? За что это? Дело в том, что сейчас у Лукашенко очень сложный период. У него период страха, который его душит ночами, как подушка, понимаете? Он перестает анализировать. Он ни о чем не думает. Он просто боится. Вот в данном случае он очень боится меня. Потому что мужчины наши, лучшие белорусские мужчины, все сейчас находятся по уголовным делам в тюрьме. Соответственно, кого надо бояться дальше? Женщин, теток, которые умеют выйти прямо в эфир, которые могут высказаться в блогинге, которые могут в социальных сетях говорить правду, не боясь, понимаете? И поэтому после одной из сильнейших акций в поддержку наших товарищей, которые за решеткой, в поддержку Светланы Тихановской, во время сбора мирных подписей возле Комаровского рынка, мы с Павлом Северинцем, с Вероникой Мищенко, ну, позажигали очень круто, очень круто. Напугали их невероятно. Задержание произошло тут же, и мы оказались все втроем в тюрьме. Для уголовников. Это так называемый изолятор временного содержания. Впервые я оказалась именно в бункере 2х2 метра, он как ванна в крущевке отдельная такая, в бункере бетонном под названием ШИЗО-карцер. Отключили как бонус горячую и холодную воду, не дали ничего. Ничего из моих вещей мне не было отдано, даже гигиенические салфетки. То есть дали кусок тюремной туалетной бумаги и квадратик мыла хозяйственного. Потом, отключив горячую и холодную воду, стали давать, как вы правильно отметили, воду. Знаете, я там вдруг особо остро поняла, во-первых, своих товарищей, которые политзаключенные по многу лет в тюрьме сидели, и у них половина срока проходила в таких карцерах. Я просто с ними солидаризировалась уже физически. И, во-вторых, я поняла очень одну важную для себя вещь. Вот эта сторона, вот эта власть, вот эта диктатура, она ярко всем продекларировала о том, что для нее человек ничего не значит. Страдания людей нравятся, они возбуждают, они приносят удовольствие. Страдания живых людей, понимаете? Потому что ведь меня засунули туда, в эту камеру пыточную, по указке сверху, но там же находились другие люди, включая врачей, хороших врачей. Они мне помогли, но они все это видели. Или я спрашивала, как вы на это смотрите? Я в окошко им задавала этот вопрос пару раз. Как вы вообще на это смотрите? Вы спите спокойно вообще? То есть я поняла, что это декларации такой морали, такого отношения к человеку, к человечностью. То есть нам всем на весь мир сказали, что будет только такое отношение. Если ты не у корыта, если ты не у власти, если ты не согнулся, не сломался, то к тебе будет только такое отношение. Потому что ты для них не это человек. То есть они какие-то небожители, а ты тут что-то из себя возомнила. В общем, они меня разослили, вот что могу сказать. Ольга, вас лишили профессии, вас лишили работы, вас лишили, по крайней мере, ближайших перспектив. У вас очень серьезные штрафы, которые, в общем, обычному человеку не выплатить. Вы на подпольном положении, вы не можете зайти в свою собственную квартиру. Ради чего все это? Неужели вы верите, что эти усилия принесут плоды и Лукашенко уйдет, застыдившись перед вами? Во-первых, то, как он нас испугался, дает мне надежду именно так и думать, что он все-таки рано или поздно уйдет. Но думать головой он перестал. Он способен на очень серьезные кровавые ошибки сейчас, потому что он в страхе и панике. Это раз. Во-вторых, я задавалась этот вопрос очень часто перед каждой акцией, перед каждой посадкой в тюрьму. И особенно сейчас в карцере, когда голова вообще была предоставлена сама себе, да, мой мозг просто был одинок. И я дала себе очень четкий ответ. 25 лет своей жизни я посвятила освобождению от Лукашенок, своей страны, своего народа, себя лично, своей семьи. Понимаете, мне 51 год. Лучшие годы, вся красота, все силы. Они уже в прошлом, они у меня уже за спиной, как багаж. И сейчас уходить от этого, сейчас уходить на другую дорогу, это поступить с собой, именно с собой поступить неправильно, нечестно. Потому что столько сил отдана, нужно идти до победы. Нужно, понимаете, возможно, если меня отвезут в лес, приставят пушку к виску и скажут, вот так мы тебя увозим к границе, хотя Беларусь сейчас закрыта, с этой подводной лодки, то он еще и никто никуда не уйдет. Это поезд в огне, нам некуда больше бежать, как Пелгий Мещеков, да. То есть, но даже если мне скажут, вот, мы тебя перевозим к границе российской, потому что туда вроде бы можно, там все остальное закрыто, и ты уходишь, иначе мы тебя грохнем. Конечно, я как нормальный живой человек, скорее всего, я уйду, да, уйду из страны. Или угроза жизни моих близких, моих родных, если произойдет. В противном случае нет, меня тюрьма не пугает. Я сидела, я была уверена, что у меня уголовный срок, и я еще думала, боже, скорее бы на зону пару лет. Потому что там хотя бы лето, там цветы неба, и там хотя бы можно кофе и чай. Очень хотелось кофе и молока. Вот, поэтому и там письма можно, и можно радио какое-то. Я к очень многому готова, к очень многому. Поэтому сейчас я как раз-таки особо отчетливо понимаю, что мы его напугали. И он думал о том, что он будет делать дальше. Он стал понимать, что у него 90% белорусского населения плюют ему в лицо. Так же, как и он все эти 26 лет белорусскому народу плевал в лицо. Понимаете, это не 2010 год. У нас очень серьезный шанс изменить ситуацию. Но для этого нужно понимание, и нужна абсолютно трезвая голова, абсолютно прагматичный подход, без паники, без страха. Дотискать его, дожимать его до границы с его чемоданами, до белорусской границы. Понимаете, чтобы он ушел, чтобы он убывал, как пишут у нас в интернете. Ольга, это который ваш тюремный срок? Которая была ваша тюрьма? Это же не первая, не вторая? Нет, нет, нет. У меня на протяжении последних шести лет каждый год три-шесть отхидок вот таких поменьше бывают. Бывают, знаете, поменьше, но покруче. Бывает, так тебя заразят за четыре дня до суда, что по стеночке уже выходишь оттуда, потому что какой-нибудь палочкой. И обычно я в какие-то дни стараюсь голодать, объявляю голодовку, чтобы их отрезить. В этот раз это тоже было так, но потом я просто уже стала терять наш конкурс. А за что? За что? За что вам предъявляют эти несколько раз в год? Да не за что. Вы вас предупредили, не ходите на улицу, не выводите людей, сидите дома, как мыши под веником, а вы посмели. Как вы выводите людей? Как вы выводите людей? Что вы делаете для этого? Мы понимаем, что в этот момент, какой-то момент определенный, разных поводов очень много. Но в определенный момент мы должны выполнить, ну, пафос тут, конечно, есть, гражданский долг. Например, посадили товарищей, приехала миссия какая-то, надо выйти на проспект с портретами. Мы понимаем, что это товарищей посадили на много лет, нас посадят на 15 суток, на 10 за это. Но мы должны это сделать, потому что иначе тишина, понимаете? И Европа радостно эту тишину тоже слушает. То есть в какой-то определенный момент, или вот мы должны выйти в день воли. То есть самое главное за эти годы, что нам удалось сделать, вот этими своими выходами и своими отсидками, поднимать шухер, движуху, не дать заснуть гражданскому обществу. Мы его вытаскивали из литургического сна, просто, знаете, вместе с собой за шкирку. И общество после нас, почему такое жесткое к нам отношение? Потому что это работало, люди просыпались, и даже некоторые выходили, если нас арестовывали с плакатами уже и в нашу поддержку, понимаете? То есть самое главное, что удалось, вы сейчас видите очень четкий процесс пробуждения белорусского общества. Но оно пробуждается именно потому, что все эти шесть лет, такие как Павел Селениц, Максим Винярский, такие как Николай Статкевич, другие наши лидеры, такие как сейчас Вероника Мищенко, блогеры, да, Сергей Тихановский. И вот именно благодаря этим людям общество не провалилось в эту мертвую спаль, в спячку, на дно дна, где вообще уже полная-полная гибель, понимаете? Вот общество выжило, выжило. Мы знаем, где вы сейчас, и никому не скажем, но мы знаем, что этот дом, эта квартира находится рядом с тюрьмой. У меня такое ощущение, что в Беларуси очень много тюрем. Кого не спрашивают, а вот это рядом с тюрьмой. Вы там сидели, где вы сейчас, вот рядом, собственно, сидите? Вы сидели в этой тюрьме? Вот именно там я и сидела. Ага. Я не в этой тюрьме сегодня шла. То есть раньше вы жили напротив этого дома, теперь вы сидите напротив своей тюрьмы. Но на самом деле у меня такой очень серьезный вопрос. Я опасаюсь его вам задавать. У вас один из фильмов, ваших документальных фильмов, был посвящен молодой девушке, правозащитнице. Которая в итоге свела счеты с жизнью. Это ведь реальная история. И я просто боюсь спросить, когда вы сидели вот эти вот 20 дней, 20 дней в карцере размером с ванну в хрущевке, и без перспектив, без понимания, когда это кончится, у вас у самой не было этих мыслей, как у автора фильма об этом? У меня были мысли о ней. Я о ней очень много думала, потому что я чувствовала. Я понимала, что с нами там делают. Ведь все не ограничивается физическими пытками. Сегодня хватает электронного инструментария, чтобы довести человека до иступления. Как звали эту девушку? Девушку звали, ей было 30 лет, Яна Полякова из Солигорска, правозащитница, очень образованная девушка. Она была международницей, она была в команде Оли Козулиной и собирала подписи за Олю Козулину на выборы. 2000... Депутатские выборы, восьмой, по-моему, это был год. Ее довели до самоубийства. Она была единственной поздняя дочь у матери. Вы представляете, мама недавно и умерла. Мы были на кладбище в этом году, дочери и матери. И, господи, я, если бы с ней была дружна, я бы в тот момент и понимала, что с ней происходит, если бы я с ней близко была знакома, я бы все сделала, чтобы у нас с ней этого не случилось. Понимаете? Но так уж вышло, так уж вышло. Она у себя... Мама спала дома, она в коридоре. Она сказала, что я больше не могу. И при матери, при собаках, мама спящая была в коридоре у себя повесилась. Мама наутро ее обнаружила. Единственная дочь позднего ребенка, которому дала прекрасное образование, шикарное, юридическое. Девочка вязала за день до этого себе красивую кофту. Все это в фильме есть. Фильм называется «Убийство накануне весны». Я как раз-таки думала о том, что я это сама не сделаю, что могут со мной это сделать. И я очень напряглась, когда где-то за дней до пять выхода с карцера у меня пришли в мою конуру и демонтировали камеру видеонаблюдения. Ее просто сняли, оставив голые провода. Мы понимаем, что это значит, да. Понимаете, я почувствовала себя не очень уютно, потому что у меня за стеной сидел мой товарищ в таком же карцере, Павел Саверинец. Он его сегодня не выпустили, после 45 дней уже его оставили за решеткой. Так боятся, да? Оставят, я думаю, до 9 августа. И я просто прокричала. Павел и другие, кто меня слышит, у Николайчик в карцере демонтировали видеокамеру «Будет цирк». То есть они способны на все, эти люди. От избиений до вообще. Просто это, может, был такой претинг, да. Вот. Но, слава богу, все закончилось хорошо, но камеру они почему-то так и не туда, и не подключили. Вот. Что касается... Таких мыслей у меня не было. Тебе там помогут так, что тебе и думать про это не надо. Но у меня была другая мысль. Павел выходил и говорил, если вы не отпустите Ольгу, про себя он не говорил, он говорил про меня, у меня был очень сильный кашель. Мне, скорее всего, второй раз заболело там ковидом, потому что были красные руки. Меня не отпустили на снимок, хоть медики требовали. Тюрьма, администрация не пустили меня на снимок. Очень была плохая ситуация. Они меня аж пигавали антибиотиками в карцере, от этой цвили, от этой плетени, от этой сырости. Холод был неимоверный. Ни одной сонной ночи не было из 30 дней, потому что очень было холодно ночами. Ты только в пиджаке, в джинсах. Естественно, ни постели, ничего. Не давали нигде никому ни разу и забирали у всех даже в общей камере. Так вот, Павел сказал, я вскроюсь, если вы ее не отпустите. На что я сказала, Павел, они рабы, не сметь, не сметь. И потом у меня гипертонический криз был несколько дней, потому что изоляция полная. У меня от бессонных ночей ощущение было, что он скрылся, его убили, и он умер. Вы представляете, на полном серьезе, что со мной происходило от бессонных ночей. Напротив кричала армянка. Все пять ночей сколько, пока ее не депортировали. Турецкая армянка. Понимаете, там так издеваются. То есть это мне настолько все вырвало душу мою, что я готова была сейчас уйти в космос, себя в нервам, вообще куда угодно, своей башкой, психикой, только не думать о том, что Павел это сделает. Потом я придумала, что это сделаю и я. Размахнуться своей здоровой башкой об угол слишком для меня как-то круто, об угол бетонный. Я придумала, там толчок без ступеньки острые, без кабинки. Там толчок прямо возле шконки, такой советский, но он без кабинки. И есть одна острая ступенька. И вот если по ней провести из плитки современной пальцем быстро, то ты порежешься. И я подумала, что вот здесь, надо здесь резать. И я подумала, что если Павлик это сделает, и если с ним что-то случится действительно, и они его убьют, я это сделаю тоже. Понимаете, вот эта мысль у меня была реальна. Слава Богу, я помолилась несколько часов, я пришла в себя, я вырубилась от бессилия уже, это армянку увезли, кричащую все ночи. И я на следующее утро просто подползла к двери и спросила, когда моя голова немного встала на месте, это единственные сутки, когда отказалась что-то понимать, уплыла в какой-то вот космос, свой внутренний, своего какого-то вот этого состояния. И ну я сказала, мне нужно прийти в себя. Я должна знать, что с Павликом, что с нашими товарищами другими. Избивали на коридоре Миколу Статкевича, как потом выяснилось. Ребята эти видели, вот Андрей это видел, да? Микола никогда в этом не признается. И я подползла к двери и говорю, Павел, ты жив? Живы, живы, Ольга, выех. Николая Статкевича избивали, то есть вот рядом с вашей камерой? Это было, Николая Статкевича избивали, не рядом с моей камерой. Андрус видел в щелочку вот этого окошка, где подают еду. Мы недавно разговаривали с его женой. И, в общем, это хорошо знакомый уже человек нашим зрителям. Какова его судьба сейчас? Николай сейчас находится на Володарке под уголовным делом. Это глубоко уважаемый мной политик, серьезный. Он пять лет просидел почти в одиночках с покушениями на его жизнь после площади 2010. Вышел абсолютно отсидев полностью свой срок. Понимаете, то есть это великий человек, он доктор наук, я считаю, потому что Лукашенко докторскую ему не дал защитить, но он ее написал. Он кандидат технических наук, он офицер, который обожает живопись, балет, джаз, музыку, хорошо во всем разбирается, литература. Но это уникальная личность, я его обожаю. Вот его какая-то падаль, подходит, из-за того, что бомж насрал в камере, заставляет убирать за бомжом, специально такого бомжа нашли. На что Николай Викторович говорит, принесите мне хотя бы совок, веник, и он сам пусть за собой уберет, но вы дайте хотя бы инструмент какой-то, а не чуть ли не руками убирают. Понимаете, и какое-то говно подходит и кричит, бьет его, бьет его, бьет по двери ногами, кричит, оскорбляет. Понимаете, но как можно остановиться нам? Как можно оставить их у власти? Ведь они хотят потом съесть наших детей. Это каннибалы, это моральные каннибалы. Мы не имеем права просто оставить им будущее Беларуси, которые они убивают. Они убийцы будущего наших детей, наших стариков. Они просто их съедят своими электронными тюрьмами, своими угрозами, своим тотальным контролем, своим нельзя. Ребенок народился, а у него уже нельзя на лбу написано. И плюс еще несколько тысяч долларов в долгу. Ольга, вы получили два года назад литературную премию, премию Олег Новича за свои тюремные стихи. Я не называю себя поэтом, конечно, у меня, ради бог, для меня поэт это не Кляев, это Бородуллин, это многие другие поэты современные белорусские. Я пишу песни, я их называю песни, я пишу эссе, я пишу сценарии, я пишу рассказы, они очень киношные, эти рассказы. Как раз таки литература, она меня вот в этот раз карцеры очень сильно спасла, потому что, когда ты сидишь 16 часов на стуле, на табуретке 20 сантиметров, она въелась в мою попу в виде синего квадрата, понимаете? И реально синяк в виде синего квадрата, потому что спать нельзя, пока шконка у стены, тебе ее на ночь только раскручивать до 6 утра, ходить два шага туда, два шага назад, малюсенький столик в шконке прибит, когда она у стены, тоже ты на нем не помещаешься. И в общем-то много сидишь, и я сидела-сидела, я придумала документальный сценарий «Москва-2020», какая она сегодня, я мечтаю снять, у меня близкие родственники там живут. Ольга, а вы пойдете голосовать? Я пойду наблюдать. У меня такой призыв, не голосовать, наблюдать. Возле каждого участка в Беларуси должны стоять тысячи и тысячи наблюдателей, чтобы они понимали, что люди вышли на улицы. Я голосовать не буду, потому что смысла в этом не вижу. Они все равно напишут свои цифры. Я была очень много раз наблюдателем, очень много раз. И на депутатских выборах, и на президентских. Я прекрасно знаю, как они это делают. Смысла голосовать нет. Есть смысл в одном. Вот знаете, у американцев служба 9.1.1, служба спасения. Все белорусы о ней узнали, когда небоскребы рухнули. Я буквально вчера придумала такую для себя личную концепцию. У белорусов есть единственный шанс спасения. Это 9.08. Это 9 августа. Это единственный день, когда мы заставим их понять, что они слуги народа и должны уйти, что мы народ. А они преступники, они уже даже не слуги. Они должны уйти. Они должны оставить Беларусь в покое. И народ Беларуси оставит в покое. Это единственный день, когда мы это дадим им понять. И даже если я буду сидеть свои 28 суток, белорусский народ все равно выйдет. И Лукашенко никак не может понять, что люди проснулись, что уже нет меня, нет Статкевича, нет Тихановского, нет Северинца, ни от кого не зависит. Да посадите нас все. Люди все равно выйдут. Люди научились коммуницировать через интернет, через социальные сети. Все уже проснулись. Просто 9 числа люди ему скажут, убывай вообще. И желательно, чтобы ГАГа тебя вернула на суд сюда. И это произойдет. И 10 миллионов белорусов тебе выпишут пожизненное заключение и штраф в виде 100 миллиардов долларов, которые ты вывез нагло, украв народа из страны. Вот такой мы выписываем ему штраф. И уже по одной копейке, моя идея была, мы с Павликом Северинцем реализовывали ее, мы объявили сбор по одной копейке возле Комаровского рынка, ему на билет в ГАГу. Боже мой, какая очередь стала. Сколько стариков со счастьем подходили и бросали это по одной копейке. По две старушки подходили. Она говорит, я 10 рублей, нам пусть уедет. Я говорю, нет, 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 нам важно по одной копейке. И понимаете, нашего мальчика одного с этим мешком прямо и взяли в тюрьму. И мент сидел, считал 200 рублей по одной копейке. Люди собрали, старики, молодежь все собрали, ему по одной копейке за 2 часа 200 рублей. А вот по заключенным собрали почти 400 долларов на посылки за 2 часа, представляете? То есть вот такой у нас был последний день. Нас деньгами прямо и забрали. Но мне очень хочется пожелать удачи. И честно говоря, я хотела бы, чтобы и в России был такой прекрасный лозунг для нашего диктатора. Убывай! Прекрасно, мы за! Пусть они оба убывают! А мы будем оставаться целоваться, и обниматься, и дружить. И мы всегда будем друзьями, те, кто борется за свободу своего народа, те, кто борется за свободу своей совести, свободу личности, всегда будут братьями, сестрами и друзьями. И у нас единственное для них это убывайте. Оставьте нас в покое. Спасибо, Ольга. Ольга Николаевичек, удачи. Спасибо, удачи, всего хорошего. Любим вас. Любим.